Ну что, ребята, пока вода закипает, вот мой обед для себя. Никаких тарелочек, особо ничего не украшала. Кусочек хлеба, вот такая вот омлетка после утра. А все, вот такая вот у меня будет замечательный обед. Уже холодец наконец-то ем. Вот видите, как готовить холодец много. Вот когда много приготовишь, оно стоит, это при том, что мы отдали два лотка Татьяне, все равно мы его едим и едим. Вот такие с нас едыки. Супер-пупер. Ой, села-присела отдыхнуть немножко. У меня там все, шарка-парка, у меня волосы вон крутятся, блин, цикл опять на этом. С теми компотами я вся ужарилась, упарилась. Села, думаю, ну, прочту комментарий, хоть комментарий отвечу, ну, потому что колешь на работе. Вот я думаю, ну, хоть так. Села, блин, ответить на комментарий на свою голову. Короче, я говорю, иногда лучше вообще ничего не пишите, чем писать комментарий. Я же говорю, раздаваться дети, когда вас вообще не спрашивают это не просят, но это уже сверх, я же говорю, какой-то этот, не знаю, безкультурщины, что ли. Зачитаю. У сусидей в порядок на городе, а у вас таки відчуття, що вночі його саджали. Все хаотично росте. Куда насіння впала, то мне проросло. Навчи, чи правильно садить ты грядки. Навіщо стільки укропу? Посадить картоплю. Зимою купляете? Тащись с химией. Блин, какая вам разница? Я уже неоднократно говорила, что картошку мы не кушаем в таких количествах, чтобы ее там прям засаживать весь огород. Но не считаем мы картошку вторым хлебом. Как вы это не поймете? Вы часто видите у нас на столе картошку? Я же смотрю, что вы нас смотрите уже не первый раз и пишете все время какие-то гневные комментарии, типа не так посадили, не то сделала, не так просыпала, короче, еще что-то не так сделала. Я художник. Я так вижу. Я не люблю, когда у меня грядки все вот так, вот так в рядочек. Я люблю, чтобы вот так в рядочек, а здесь не в рядочек. А вот здесь буквой ЗЮ, а вот тут буквой П, а здесь буквой какой-нибудь там еще. Что это, не видно? Не видно, по-моему, огородушку. Я не люблю вот такие геометрические четкие фигуры. Грядки у нас все ровненькие, потому что Коля у меня ровненько их делает. Но то, что они смотрят в разные стороны, да, потому что мне так нравится. Я же говорю, я художник, я так вижу. Я на своем огороде делаю все, что я хочу. А вот это вот о пережитке с Авдепией. Вот подивиться, как у ваших сусидев. Тьфу ты, ешкин кот, да прошли те времена. Вы уже действительно, если вы женщина молодая, то вы вот с такими вот этими разговорами превращаетесь в старую бабку. Я вам серьезно говорю. Подивиться, как у соседей. Да хай у них там хоть голые мужики бегают у тех соседей. Хоть золотая рэпа растет. Какая мне разница, что у соседей. Честное слово. У меня есть свой огород. У меня есть всегда урожайность. У меня есть всегда все, что я хочу. И мне так нравится. И люди иногда вот не могут понять, что другие люди не такие, как они. Мы же все разные. Вы понимаете? У всех разные характеры. У всех разные взгляды. Кто-то забор себе покрасит там, я не знаю, в ярко-желтый цвет. А кто-то скажет, блин, отстой такой. Что это за детский сад? Понимаете? И покрасит себе в черный цвет. Вы не понимаете, что это все у всех по-разному. И каждый человек сердцем чувствует по-разному. И у каждого разное настроение. Если у меня настроение вот такое вот, шальное, то я и так и делаю. Мне нравится. И вот посредине огорода посадила кустарники. Все такие, а как так? А мне так нравится. Потому что у нас есть какие-то свои планы, какие-то задумки. И что я, на что вы столько укропа насадила? Если бы вы смотрели наше видео, то может вы бы знали, что укроп я рассеиваю полностью по огороду и потом его планомерно собираю на консервацию. Он подружке дала, то еще что, то еще что. Какая вам разница? Мне нравится укроп. Я его сажу. Нет, посадить картошку. Бо-бо-бо, я так решила, что картошка вам нужнее, чем укроп. Ну, блин, это, блин, бред какой-то. У меня вот это, знаете, это не только, почему я решила именно на этот комментарий ответить. Потому что есть, ну, похожие комментарии, да? Но только с чем-то другим. Вот почему вы сделали так, сделайте так. И, знаете, так вот не с предложением и не с таким вот, как типа, ну, вы могли бы сделать там, ну, знаете, как культурно. Вот приходите вы в гости, вы же как, да, если вам что-то вот приглянулось, ну, глазу, да, и вот вы видите, что оно как-то, ну, не так. Ну, вы же не скажете, фу, что ты вот там сделал. Предложите, да, скажете, ну, с предложением. А почему ты не сделаешь так-то так-то? Было бы интересно, да? Почему вы считаете, что придя в гости к кому-то, то вы можете говорить культурно и так, а когда придя ко мне в гости на канал, вы можете сказать, ой, какое оно гумно. У меня очень красивый огород, он мне нравится, я его обожаю, именно так я хочу сажать. Я не сажаю горох в одном месте. У меня горох в разных местах. Да, у меня вот там идет горох вот так, потом идет вот так, здесь у меня идет вот так. Помидоры у меня все ровненько под этот. Они все идут у меня рядочками. Там у меня лук весь рядочком. Что еще не нравится? Огуречные грядки у меня вообще вот так вот идут. И что теперь? Я так люблю, мне так нравится. Что не так? Где упало, там и проросло. Не знаю, мне так нравится. Все рядочками, все красиво. Я же говорю, для таких товарищей предлагаю завести свой канал и попытаться показать всю свою жизнь и показать, как надо. Не надо меня на словах учить, покажите примером. Я даже очень, даже зайду и пообсуждаю вас, где вы что-то там не так посадили или еще что-то. А на самом деле, никогда в жизни никого не обсуждаю. Такая у соседа, я же говорю, хоть там зарасте, хоть там что угодно, то и буде. Он видит свой огород так. Я вижу свой огород так. Понимаете? Какие ко мне могут быть претензии? Вы заходите ко мне в гости и еще же там пытаетесь мне там рассказать. И это уже дело в том, что не в первый раз. Перестаньте из себя корчить училку и вот эти вот пережитки совдепи и посмотрите у соседей. Или там зайдите на туда-то, зайдите на сюда-то, посмотрите вот как. Когда это в качестве предложения звучит, да, и там, ну как совета, какого-то предложения, туда. А так, настойчиво. Значит так, укрол выдрать, картошку посадить там. То-то сделать, это убрать. Там еще что-то, что еще сделать? Что еще сделать? Мой внешний вид устраивает, чем не можем это, тоже что-нибудь там поменять. Короче, капец. Или лучше меня с канала поменять, да, это будет самый лучший вариант. Ой, цирк надорать. Вот так вот и живем, товарищи. То приходится людям объяснять, что такое контент, то приходится объяснять, блин, почему у соседа лучше, чем у тебя, или почему соседа есть картошка, у тебя нету картошки. И вообще объяснять, зачем люликусы сбрил. Ну, короче, вообще. Живите проще, девочки и мальчики. Вот я вам хочу посоветовать, живите проще, смотрите в свой огород. Если вам хочется посмотреть какое-нибудь расслабляющее видео, смотрите, ну не хотите вы блогеров смотреть. Если вы считаете, что вы идеальны, и у вас все рядочками красиво, выйдите на свой огород посмотреть. Если же вы заходите к человеку в гости, вы можете посоветовать, но не нужно писать вот с таким вот, типа, вот у вас, начав то ночью сады, а мы, между прочим, ночью садим, если что. И знаете, что я скажу, что да и упало, там и выросло, это еще очень даже хороший показатель хозяйственности. Значит, хорошо удобренный огород, значит, хорошая рука. Так что, в общем, вот такие вот дела. Все, может, немножко грубовато рассказала, ну просто, знаете, меня иногда удивляют такие люди, и просто хочется таким людям посоветовать, что, ну вот вроде, знаете, как нормальный человек, да, ну то есть не хейтер там какой-нибудь, который вечно там пишет, то халат, то бухаете, то еще что-то, а вот вроде как нормальный человек. Ну почему у нормального человека возникает такое желание взять, написать кому-нибудь там, вот в таком плане с комментарием. Вот мне всегда было интересно, и зачем сравнивать? Вот я смотрю ту-то, а вот у нее-то там, а у вас-то не это. Ну если мы будем все одинаковые, и у нас будет все тупо одинаковое, как там у кого-то, то разве это будет интересно? Ну я вот такая. Я могу еще раз повторить тысячу, миллион раз, что я художник, я так вижу. Я могу сделать абсолютно что-то такое, что, ну, будет казаться другим, ну, блин, ну как бы, ой, а что это? А мне будет нравиться. И это будет мое, потому что это я здесь живу, я этим пользуюсь, я на это смотрю каждый день. И мне так кайф, и мне так прямо, прям вот, 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 классно, что не так, как у всех. Так что так. В общем, я надеюсь, вам ответила так, знаете, популярно на этот вопрос. Вот, я думаю, вопрос с картохой уже у всех отпадет, потому что мне каждый день пишут хоть один комментарий, типа, посадите картошку. Почему не садите картошку? Почему не садите картошку? Это второй хлеб. Ну для нас это не хлеб, ребята, второй. Ну не едим мы много картошки. Мы от силы, я же говорю, вот когда гости приходят, мы можем картошечку сделать в духовке, например, да, там с этим. Оно вкусно, да. Но для нас это тяжело. Для нас картошка это тяжелый продукт. Вот. Мы можем пожарить картошку, но это бывает все очень редко, и сейчас тем более, я же говорю, что девчонки разъехались, Света не планирует возвращаться. Даша, если и планирует возвращаться, то может быть ненадолго, потом уедет. Насадить той картошки, чтобы она лежала там в погребе, ростки пускала. Ну зачем? Мы себе вышли, купили и все. Мы купили мешок картошки, поставили в погребе, про него забыли, я вам больше скажу. Потом вспомнили уже, там в середине, когда-то там чего-то пришли, она уже там и ростки попускала, и все на свете, и все остальное. Поэтому картошка это у нас такая, ну не картофельная, мы, наверное, люди, наверное, в свое время переели картошки. Я раньше очень любила все готовить из картошки, тушеная, пареная, вареная, там еще какая-то, еще какая-то, но не заходит сейчас. Хотя картошку люблю, но после нее почему-то тяжело. То есть вот так вот. А сколько мне надо, мы купим картошку, так что не переживайте за нас. Укроп у нас более ходовой, чем картоха. Так, девчонки, мальчишки, приехал Коля. Руки отваливаются, ноги отваливаются. Работа была на 4-х метровой высоте, а не по этим козлам туда-сюда, туда-сюда. Я его покормила, даже не показала, чем кормила. Ну сейчас он желейку ест, вкусную желейку. Сейчас у меня от этой жары камера не фокусируется. А он мне привез посылочку мою, любимую. Это мы заказывали. Заказывали мой кремчик. Вот. Наконец-то он дошел. Его вроде бы сняли с производства, но мы еще успели заказать. Вот он. Вот он, 70%. Видите? Только у меня просто крем, а это пшикалки. Ну, вы поняли, да? Вот. Ультразахист. Протезагару. Вам показываю? Ультразахист, протезагару. Делись сюда в другую сторону. Да. Водостойкий. Ну, короче, в общем, хорошая штука. Да, 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 да. Так что, класс. Класс. Это нужная вещь. Я буду им очень, очень обережно пользоваться, чтобы мне его надолго хватило. Самая нужная вещь в хозяйстве. Летом. Как для меня. Скажу, где мы брали. Он говорит, не знаю, на каком-то сайте. На каком-то мы сайте брали. По-моему, 111. Че нет? Че 911. А, 911, по-моему. Цей сайт. Не сайт, это сеть аптек. Да, там у него должно быть написано. 388 гривен. Ну, плюс доставка. Да, 388. Сколько я заплатил? 440 гривен. Дашка звонит. Что, ребята, будем дальше трудиться. Я достал опрыскиватель. Сейчас замешаю от всяких жуков, паучков. Вот. Зая уже вон залезла на черешню. Поставила и стремянку. Оля, сыпуха залезла на стремянку. Стоит и стремается. Я теперь поняла, что стремянка называется. Стремянка. Да, да, да. Потому что, потому что стремно реально. Она же шатается, короче. А как у нас с моей нарушенной координацией, блин? Это же вообще стремно, я вам скажу, товарищ. А брызгать будем все. А ну, покажи посты, покажи тут поэтому. Да, сейчас покажу, что я иду. Вот, ребята, я брызгал, но, походу, пошел дождь и все облил. Видите? Пожалуйста, что-то с ветками, что-то жрет уже. Правда, они сохнут, листья. Не паутины, нет ничего, а вот сохнут. И это у нас по яблони такие штуки. И вот на хвосте, смотрите, что происходит. А на хвосте увидел маленького зеленого паучка. Да, тут непонятно, что. То ли маленький зеленый паук, смотрите, погрыз. Видите, вся дырявая, блин. Вот, вся в дырочку, смотрите. То ли хрен его знает. Ну, короче, мы сейчас возьмем, все потравим, на всякий случай. И все будет хорошо. Воню, все даже эти, видите, люпины, чьяких там, нет, не люпины. Короче, цветы тоже, что-то уже кто-то поел. Вот, вот дырявая, вот дырявая, блин. Ну, и эту хвосту уже начал что-то дырявить. Не пойми, что. Это еще нету дырки, но уже что-то. Отсюда что-то такое. Всякая смошка сдохла. Так. Так, ой, блин. Короче, ладно, сейчас будем разбираться. Точнее, что разбираться, все побрызгаем, да и все. Потравим, так все будет хорошо. Да, позвольте сейчас черешню. У нас операция. По спасению черешни от шпаков, блин. Потому что завтра уехать надо. А как назло, никто не может остаться, чтобы ее гонять. И к шпаку. Получается, что... Не, ну Юля завтра приедет. Ой, в гости они там себе тоже понарывают там всякого. И черешню все. Но у нас получается разрыв во времени. Я-то уезжаю на 12. А они все могут после двух. После двух я могу. Да, ребят, ну жалко. Она еще не готова. Смотрите, она налитая. И вся готова. Да, будет такая, как у нас соседская. Да, видите, прям какие грозди. Как виноградные, е-мое. Ты же такая была и у соседей. Вот. А теперь там голые ветки. Ты показывала, снимала? Да, показывала. Я и днем их показывала, когда они там куча валит. Да, это тоже была облитая. Такая самая была, как у нас. Вчера буквально. Ну да, там он, видите, местами пооставалось. Блин, непонятно, что. Ну верхушку трещь обгладали, пожалуйста. Да-да. Капец. А мне Юля знаешь, что сказала? Что? Они, оказывается, не едят саму черешню, а не косточку едят. А, да? Да, то что они тогда ждут, пока она покраснется? Моё, откуда же знаю, чтобы косточка созрела, наверное, тоже. Фиг их знает, короче. Это ерунда какая-то. Так, ладно. Пошел я это самое разводить. Разводить. Слушай, как мне страшно. Да не бойся. Ну что, ребятки, у нас вечер. У нас вечер, и у нас так хорошо. Ребята, прям так жара спала, такая красотища везде. Я немного нарвала черешни. Сейчас я буду по чуть-чуть рвать, потому что она быстро портится. Вот. Коля забрал у меня стремянку, пошел там, побрызвал деревья. Вот тут вот брызает. Вот. Аккуратненько, потому что там внизу растет что-то. Вот. И пойдет на огород брызать там. Есть что брызать. Что где зажирает, что кому. Что кому куда. Он пойдет побрызгает. Вот. А я по-прежнему. Я по-прежнему готовлю. Ты, блин, как пьяная. Булочка. Ты булочка с ликером, че шо там. Она как пьяная сегодня, вообще. Ходит, шла-шла-шла сегодня в мыску. Шлеп, упала, короче. Мордой упала в мыску. Ногу не может из мыски вытянуть. Понимаешь? Я стояла и чухалась. Она, блин, точно на беременную похожа. Это кошмар. А каши больше нету, дорогая моя. Каши тебе много. Ты посмотри на себя. У нас, Коля, такие свиньи были худые в спине и большие в животе. Это когда они были беременные. Но этого тоже пуза, дай Боже. Но все равно как-то меньше. Ты нам уже беременная досталась? А? Звезда моя. Ну, этот за ней ухаживал дня три назад. Дня три назад какое у нас число было? Число четвертое. Да? В начале месяца, короче. Вот и посмотрим. Беременная она нам досталась. Или этот что-то там уже наваял ей. Ну, не знаю. Что-то какая-то она действительно ходит ненормально большая. Что-то очень даже как-то странно. В общем, капать. А то, что они такие вот маленькие, начинают беременеть, да? Они в четыре месяца уже спокойно гуляют. У них в четыре месяца уже этот вот. Как раз самое то. И они начинают гулять. Потом они после первых родов растягиваются. На вторые роды там уже огромные свинки. На третьи роды то вообще там уже тети свиньи ходят огромные. Ты хочешь клеенку, чтобы не набрызгать, не на что? Что, сильно, да? Летит? Ну, как я побрызгаю? Ты же там, блин, клею. Надо убрать ее отсюда. Ну, застели, да. Пускай полежит немножко. Ну, а что ты сделаешь? А как же я? Я ж ничего ж. Ничего ж я ж. Что же я могу сделать? Так, короче, ребята. Сегодня. Прикол хотите? Это капец. Вот. Цветочек, видите? Вот этот с маленькими-маленькими цветочками. Мы его, оказывается, купили все-таки. Короче, когда мы ездили в город, то все на днях, да? Сколько это было? Три дня назад? Три дня назад. Мы же купили вот этот цветочек, вот этот купили, вот тот купили. И вот тот яркий. Потому что висит красный такой. И вот этот, оказывается, купили. И вы что думаете? Коля вытаскивал с машины все эти цветы, а этот не заметил. Он стоял там отдельно, он его не заметил просто. И сегодня приезжает с работы уже. То есть три дня он в машине простоял. Вот. Но он стоял в пакете, вот этот, как бы получается. Горшочек стоял в пакете. Вот. И он сегодня приехал с работы. Говорит, смотри, что я нашел. И мне этот цветок. Я что-то подумала, что купила. А потом смотрю, присмотрелась. Мы же его уже покупали. Он говорит, представляешь? Вот я уже приехал к этому, господи, на работу. Вот. И заметили, что там стоит на заднем сиденье цветок. Представляете? Это ж надо. Вот такая вот у него покатушка. Мало того, что три дня простоял в машине, так еще один день и катался с Колей на работу. Ну ничего, живой. Я его полила. Все, нужно его теперь в горшок пересадить. А у меня земли нет. Так что завтра, до завтра он еще будет терпеть. И уже завтра куплю землю. И завтра уже пересажу его полностью. Вот. Только что сильно там не распыляй, зайк. Хорошо, чтоб не летело, чтоб собаки не это самое. И на всякий случай на большие вот эти кустики побрызай. Мало ли, вдруг какая-то зараза заведется. Они ж любят. На всем подряд заводиться. И на люпины. Ну, короче, на все. Все. Я пошла. Все. А то и так с вами ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Никакой работы, да? Никакой работы. Так, мокренько, мокренько. Надо пообрезать цвет. И пойдет замечательно новый. Вот видите, удобрением подкормила. И сразу такая яркость пошла. Видите, какая красивая. А так, когда не подкормленный, видите, он размытый получается. Просто белые какие-то полоски, плямы большие. А как только подкормишь, у него четкие такие, как вроде звездное небо. Видите? Класс. И вот тоже. Самое натуральное звездное небо. Пятнистый. Жеребенок. Жеребенок. Это тоже красивый. А у меня здесь варочный цех. Там кипыть, тут кипыть, везде кипыть, все кипыть, все стоит, все на кучу. Ой, цирк. Вон кому хорошо. Вот ей хорошо. Ей просто чудесно. Смотри, трешка. Дрыхнешь? Целую ночь гуляла. А это пришла и дрыхнешь, да? Трешка. Скажи, зачем разбудили? Такой замечательный сон снился кошке. Просто великолепие какое-то было. Разбудили. Вот такую девушку. Теперь что делать, скажи? Безобразие. Безобразие. Еще и снимают с просонья. Скажи, не снимайте мне неумытая. Вот такая потягушечки, потягушечки. А теперь мяв, давайте жрать, да? Все, я выспалась, теперь давайте есть. Ой, вот еще собрала, пошла в мисочку клубнички. Класса. Еще компотика сейчас, значит, из клубнички сделаю. Здесь у меня по-прежнему все кипит и бурлит. И готовится.